добрый день друзья сегодня итоги недели поверь подведем в таком формате дело в том что приходится пробовать силу сложившихся условий новых с ютьюбом есть определенные проблемы в российской федерации его тормозят поэтому все видео исходники я буду размещать своем телеграм-канале валюта рубль это открытый телеграм-канал можете подписываться там будет так сказать основной видео хостинг если так это можно назвать ютьюбе тоже все будет размещаться но у кого получается посмотреть тут посмотрит у кого не получается пожалуйста велкам на в телеграм на мой канал валюта рубль там все это будет транслироваться по поводу ручьёба я думаю есть там я завел канал пока я не понимаю как его использовать насколько будет эффективно но если так сказать зрители и подписчики будут просить чтобы это было и на ручьёбе я буду размещать и на руси и пока это выглядит как дополнительная нагрузка мне как бы дополнительных нагрузок а брать не хочется теперь по конкретике о том что происходит собственно итоги но если говорить о глобальных итогах неделя была одной из лучших на мировых рынках все отскочило создалась после выхода статистики по инфляции в сша и данных там по розничным продажам недельными клеймсами это недельное обращение за пособиями по безработице первичное обращение вот композиция создалась очень благоприятная для рынка акции в сша это ситуация когда у вас инфляция снижается а активность растет или достаточно высоком уровне находится для акций для корпоративного сегмента это лучший сценарий что собственно и отыграли плюс как оказалось в своем закрытом уже телеграм-канале богдана в курсе я об этом постоянно говорю о ликвидности со стороны американского центробанка была он обеспечил ликвидность он не проводил сокращение баланса как это планировал то есть практически не изменился баланс федрезерва в такой вот период турбулентности ну и когда это происходит американский доллар снижается рынок акции как правило растет собственно мы это и наблюдали теперь о нашей ситуации вот у меня возникло ощущение когда я записывал прошлое видео комментарии по поводу ситуации с курсами валют которые устанавливает центральный банк многих возникло недопонимание самого механики процесса по поводу того что я говорил какие то сказать кросс курсы я говорил чтобы не пересчитывали либо если не могут нормально пересчитать отменили я думаю что необходимо определенное пояснение и я вот в таком интерактивном формате позволю себе это сделать демонстрации курсов центрального банка других платформ где можно смотреть котировки российского рубля но здесь необходим разъяснение я этим сейчас собственно и займусь начнем с российского центробанка ну вот вопрос был и проблема основная была в следующем вот центральный банк на сайте на первой странице центрального нашего родного банка российская федерация публикуются курсы официальных валют где-то в семнадцать тридцать ежедневно к вечеру цб нас радует новыми курсами на следующий день вот на сегодняшний день курс доллара был обозначен 11 90 88 79 а юань рубль 11 93 евро рубль 98 32 возникает но вот когда была пиковая так сказать пик вот этого несоответствия на глобальных рынках здесь возникает вопрос вот в чем у нас единственный более-менее справедливо формирующийся курс сегодня в российской федерации это курс юань рубль вот он он формируется собственно говоря на бирже вот вы можете посмотреть на определенную дату эти курсы он формируется на московской бирже здесь более-менее справедливо хотя они секретят информацию объемов мы не знаем торгов но предположить можно что они там в рамках 80 100 миллиардов рублей в день как говорят те эксперты которые считают эти объемы нужно уже не знаю как они считают ну вот пока объемы на среднем или так сказать чуть выше среднего уровня в этой паре остальные кросс-курсы центральный банк ну то есть курс доллара курс доллар рубль евро рубль он берет как сам центральный банк говорит исходя из всех котировок которые есть на межбанковском валютном рынке чьи стаканы он смотрит какие котировки выбирает всю эту так сказать конкретику мы не знаем это тайна и остается только догадываться что это было да ну когда курсы сильно меняются то значит центральный банк в общем-то видимо смотрит в чей-то нужный стакан или ненужный но и здесь в таком контексте когда есть более-менее справедливые курсы образования в юань рубль возникает вопрос а почему бы не делать вот вот эти операции по расчет доллара и евро исходя из кросс-курсов которые есть на мировом валютном рынке вот мировой валютный рынок работает вот так сказать можно посмотреть кросс-курсы евро доллар иену японскую фунт британский франц-швейцарский конкретно ну вот можно всю табличку посмотреть юань тот же и по кросс-курсам рассчитать и доллар и евро собственно говоря переходим к другой табличке вот можно установить официальный курс на определенную дату это и происходило до пятницы прошлой неделе то есть неделю назад произошли некие виды изменения при рынке семь восемнадцать семь семнадцать я говорю о паре доллар юань центральный банк вдруг пересчитал кросс-курс по семь сорок да там припомна по моему такой такой был кросс-курс на эту дату и вот мы берем 14 самое большое расхождение 4 на этой неделе но случилось 14 августа центральный банк устанавливает курсом российского рубля по отношению в доллару сша но вот здесь мы видим доллар сша 92 65 при этом китайский юань стоит у нас китайский юань вот здесь это где-то был он стоит 1202 китайский юань 1202 получается что курс юань на международном рынке центральный банк где-то взял по где-то 770 или грубо говоря если бы юань по 1202 разделить на справедливый курс 715 а он тогда в тот день именно таким был то доллар примерно должен быть в районе 85 центральный банк ставить 92 65 и вот это об этом речь где центральный банк взял вот этот курс американского доллара в этом главный вопрос а если они смотрят чей-то стакан они могут смотреть вот есть офшорные котировки допустим но вот я график взял эти вот здесь на офшоре чуть чуть выше чуть ниже идет борьба вокруг 200 дневной скользящей средней центральный банк мог взять отсюда этот курс но вы сами понимаете что эти курсы на офшорном рынке могут устанавливать абсолютно непонятные игроки они могут двигать доллар в своих интересах в определенных они могут создавать определенный ажиотаж могут создать панику при желании если центральный банк берет оттуда курс американского доллара а не перерассчитывает исходя из более-менее справедливого курса юаня который сложился у нас на рынке вот тогда мы находимся так сказать хьюстон у вас проблемы я бы так сказал однако ну мы уже так сказать в концу недели видим что курс у нас немножко открутили юань рубль в районе 12 торгуется доллар рубль мы пока еще не знаем я пока не знаю в пятницу записывать сейчас 14 56 московское время как каким будет юань рубль мы этого пока не знаем но примерно уже вчера 740 опять вернули на 740 перерасчет юаня а хотя на рынке 77 18 и также с евро то евро центральный банк недовешивая недовешивает курс там идет 107 то вдруг дает и за евро там выше 100 и получается при долларе на другая 90 евро по кросс-курсу 1170 вот такое было по моему позавчера такие сделки у любит центральный банк я вот единственный у меня вопрос почему они не перерасчитывают справедливо вот все вот эти кросс-курсы которые мы видим где они их берут да понятно юань рубль это мы вот этот курс мы видим на бирже а где они берут остальные курсы и как они перерасчитывают центральный банк об этом не говорит особенно доллар всех интересует и евро берут они их откуда-то из какого-то стакана да вот смотрят чей-то стакан и соответственно выявляет какой курс нам необходим или кому-то необходим на следующий день в этом собственно и была проблема об этом я и говорил а так как у нас получается такое абсолютно непонятное курс образования я и говорил что нужно отменить привязку к американскому доллару инструментов которые торгуются на финансовом рынке чтобы не вызывало никаких это проблема участников торгов а это вызывает очень серьезные проблемы когда вы не понимаете какой курс вы понимаете что курс может быть там грубо говоря евро доллар 1 10 а вам влепили на расчетный день 1 15 или 1 20 это очень большая большая разница или юань до 7 15 на рынке цдв считают его по 7 70 или наоборот доллар выше 92 при рынке 85 а вот в таких условиях работать нельзя и поэтому здесь задача центрального банка этот вопрос отрегулировать да можно смотреть я еще раз повторяю на оффшорном рынке я вам уже показывал котировки 88 90 вот на текущий момент есть стакан usdt через stable coin тезер вы можете это делать на платформе битбанкер но вот платформа битбанкер передо мной все они котируют 90 96 собственно говоря здесь стакан достаточно активные объемы приличные но я имею для физлиц нормальные объемы можно закрывать определенные свои проблемы да и для среднего малого бизнеса объемы нормальные если вы занимаясь операциями трансграничными вот на платформе битбанкер 90 96 это usdt тезер рубль котировка один к одному тезер привязан к американскому доллару там изменения всегда очень незначительно практически один к одному котировки есть вот тут вы тоже можете смотреть или там участвовать в торгах на платформе битбанкер здесь вход будет реферальная ссылка под этим видео по промокоду можете заходить на платформу битбанкер также там депозиты в usdt под 8 процентов можно размещать ну и уже в другая торговля видите эфир биткоин все это можно тоже там делать вот собственно говоря об этом я хотел поговорить давайте выйдем из этого режима об этом я хотел поговорить это показать и вот эти непонятные вещи которые на фоне общей но будем говорить волнительности нашей социальной которые сейчас присутствуют в обществе они ну тоже является дополнительным раздражителем и не вносит стабильности ни в коем случае особенно нашего экономического деятельность тем более фундаментально мы видим что у нас экспорт развивается очень хорошо с точки зрения продажи наших энергоносителей платежи идут то есть деньги за наши энергоносители поступают в лево рубиях в юанях в другой валюте даже сюда не все заводится но лучше хранить здесь чем где-то назад где-то за пределами страны потому что там создается дополнительные риски с точки зрения балансов у нас текущей ситуации при ограничении импортных операций сложности с платежами мы все это знаем до конца года будут решать эту проблему я думаю так вот в такой композиции рубль но всегда будет выглядеть стабильно особенно налоговый период который у нас впереди в этом месяце всем желаю удачи и вот самое главное пожелание чтобы так сказать вот те конструкции которые вы в голове у себя складываете больше соответствовали с реальностью которая есть вне вас всем желаю удачи до встречи